Лето – самая жаркая пора для энергетических и коммунальных хозяйств. Практически сразу по окончании отопительного сезона они начинают подготовку к следующему и отключение горячей воды на пару недель – лишь капля в море необходимых мер. Подготовка к отопительному сезону проходит в соответствии с требованиями правил подготовки организации к отопительному сезону, его проведения и завершения, которые утверждены постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14 мая 2020 года номер 286. После окончания отопительного сезона начинается подготовка к следующему – осенне-зимнему периоду. Первым делом до 15 июня составляется план мероприятий, где расписаны все работы со сроками исполнения, видами работ и ответственными исполнителями. Далее в соответствии с разработанным планом проводятся работы по техническому обслуживанию или ремонту узлов и механизмов теплового пункта. Для устранения неполадок в работе теплового оборудования, возникшее в течение отопительного сезона, оно разбирается, осматривается, производится очистка его элементов и замена прокладок во фланцевых соединениях. Основное внимание при проведении работ по подготовке системы отопления к отопительному сезону следует обратить на ревизию и ремонт заборной арматуры. Так как ее неисправности не дадут возможности надежно отключить участки тепловых сетей и не позволят провести ремонтные работы. В процессе эксплуатации на запорные органы шаровых хранов или задвижек попадает песок, окалина и другие твердые частицы, что приводит к потере герметичности и выходу из строя арматуры. Для устранения этих неисправностей необходимо в межотопительный период проводить техническое обслуживание для проверки плотности закрытия запорной и регулирующей арматуры. Ежегодно после окончания отопительного сезона проводится промывка систем теплоснабжения. Цель промывки – вымывание накопившихся в радиаторах и трубопроводах отопительных систем грязи, окалины, отложений, наличие которых приводит к нарушению циркуляции теплоносителя и уменьшению эффективности отдачи тепловых приборов. Также ежегодно перед началом отопительного сезона с целью проверки прочности и плотности трубопроводов системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проводятся гидравлические испытания. К работам по подготовке теплового пункта к осенне-зеневому периоду также относятся техническое обслуживание и ремонт автоматики регулирования тепловой энергии, своевременная проверка приборов учета тепловой энергии и средств измерений. Напоминаю, что межповерочный интервал проверки манометров устанавливается распорядительным документом организации. Далее восстановление нарушенного изоляционного покрытия сети и оборудования, проверка остекления и утепления конных проемов, ремонт кровли. Оформление документации, регистрация паспорта готовности потребителя к осенне-зимнюю периоду. В этом году по распоряжению Брестского исполкома регистрация паспортов готовности должна быть завершена до 1 сентября 2020 года. По окончании выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду индивидуальный тепловой пункт должен выглядеть следующим образом. Двери теплового пункта должны открываться наружу и иметь возможность постоянного запирания на замок. Замок. На дверях теплового пункта должна быть надпись «Тепловой пункт. Посторонний вход воспрещен». И вывешена табличка с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за оборудование теплого пункта, а также его телефонного номера. Выключатель освещения теплого пункта устанавливается снаружи у входной двери. В тепловом пункте должно быть рабочее искусственное освещение, выполненное во влагозащищенном исполнении. В тепловом пункте должна находиться следующая документация. Принципиальная схема расположенных в нем трубопроводов, оборудования с нумерацией арматуры и расстановкой контрольных измерительных приборов и автоматики. Руководство по эксплуатации индивидуального теплового пункта. Инструкция по охране труда. И температурный график тепловой сети. Трубопроводы в пределах тепловых пунктов изготавливаются из стальных труб и применяется стальная запорная арматура. Расстановка запорной арматуры должна точно соответствовать проекту и утвержденной тепловой схеме. Запорная арматура тепловых пунктов должна быть пронумерована согласно схеме и иметь указатели ее открытия и закрытия. Для регулирования направления циркуляции теплоносителя тепловые пункты оборудуются обратными клапанами. Для перемещения теплоносителя под напором в тепловых пунктах используется насосное оборудование. Каждый теплообменный аппарат, установленный в тепловом пункте, должен иметь табличку, на которой указывается. Наименование изготовителя, наименование изделия и его обозначения, давление рабочее и расчетное для греющей и нагреваемой среды. Максимальная температура греющей среды и номер изготовителя, год изготовления, масса сосуда. Все теплоустановки, установленные в тепловом пункте, в том числе водоподогреватели, должны иметь предохранительные устройства, оборудованные отводящими трубопроводами, предохраняющими обслуживающий персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Установка запорных органов на предохранительных устройствах запрещена. Температуру сетевой воды в системах теплопотребления, поддерживающую с помощью автоматических регуляторов, в соответствии с утвержденным температурным графиком, в системе отопления, в системе горячеводного снабжения. В системе горячеводного снабжения температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 50 градусов Цельсия и не выше 75 градусов Цельсия. Для измерения давления температуры тепловые пункты оборудуются показывающими манометрами, установленными через трехходовой кран. Для измерения температуры теплоносителя тепловые пункты оборудуются показывающими термометрами. Термометры на трубопроводах должны быть установлены в гильзах, а выступающая часть термометра должна быть защищена правой. А в гильзы для создания теплового контакта между средой и трубопроводом в термометры заливают масло. Для трубопровода, форматуры, оборудования и фланцевых соединений теплого пункта предусматривается тепловая изоляция Она обеспечивает температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции, расположенной в рабочей зоне, обслуживаемой зоне помещения Для теплоносителей с температурой ниже 100 градусов, не более 35 градусов При температуре воздуха в помещении 25 градусов Цельсия Трубопроводы теплого пункта поверх изоляции должны иметь опознавательные кольца Цвет опознавательных колец зеленый, если по трубопроводам перевещается вода На кольцах белым цветом наносят маркировочные надписи 1.3 для горячей воды питьевой, 1.4 для теплоносителя системы отопления На трубопроводах стрелкой должна быть указано направление движения теплоносителя Все верхние точки разводящих трубопроводов оборудованы воздуховыпускной арматурой, а нижние арматурой для спуска воды Во избежание несчастных случаев, связанных с ожогами и травмами, необходимо соблюдать следующие меры безопасности Ограничивается доступ в тепловые пункты лиц, не имеющих отношение к обслуживанию и ремонту расположенного в них оборудования Перед началом работ на оборудование в тепловых сетях, подлежащих изоляции, необходимо убедиться в отсутствии парения, течи, а также в устойчивости режима работы соседнего действующего оборудования Запрещается производство изоляционных работ на оборудовании во время его гидравлического испытания, а также в зоне испытываемого оборудования или трубопроводов Пользуясь случаем, хотел бы добавить и другие меры безопасности, которые защитят от несчастных случаев Запрещается спускаться в открытые тепловые камеры, колодцы, каналы Запрещается приближаться к промоинам, образующимся в местах порывов тепловых сетей Запрещается спускаться и пересекать необорудованные траншеи, каналы, где ведутся работы по ремонту тепловой сети Запрещается прикасаться к трубопроводам пара и горячей воды Запрещается ходить по трубопроводам и перекрытиям тепловых сетей Запрещается крутить задвижки, вентили, краны на любых трубопроводах Субтитры подогнал «Симон»